День рождения Владивостока отмечают не только гуляниями и концертами. Спорт тоже умеет приносить праздничное настроение. Уже традиционно в начале июля в Приморской столице проводится турнир по самбо и сумо, посвященный Дню основания нашего города. Соревнуются борцы с большим размахом. Статус соревнований всероссийский. А значит на ковре можно увидеть схватки лучших спортсменов со всех уголков страны. Начинали мы с традицией проводить самбо. Сейчас еще подключили борьбу с сумо. И совместно проводим эти соревнования. Наше спортивное предприятие, Центр спортивной потовки женских единоборств, является именно созданным администрацией города Владивостока. Турнир не случайно объединяет два вида спорта. Дело в том, что большинство представителей сумо перешли в эту дисциплину именно из самбо. Соседние единоборства довольно схожи, но имеют совершенно разную историю. И так уж сложилось, что сегодня русское самбо в Приморье в разы популярнее древней японской борьбы. У нас отдельной школы борьбы с сумо, к сожалению, на данный момент нет. Потому что, ну, это воспитание с детства. Вот, допустим, сборная ТВ. У них с детства ребята начинают заниматься подобным видом спорта. Мы используем тот, что у нас есть. Это борьба с сумо, потому что в борьбе с сумо разрешаются все приемы из любых видов единоборств. В соревнованиях приняли участие более 120 человек. Приморье в лидерах, что, к слову, неудивительно. Если в сумо местные борцы еще, можно сказать, новички, то в самбо нашему региону, в котором жил и работал основатель этого вида спорта Василий Ощепков, нет равных. Японская борьба у нас не так популярна. И виной тому, как отмечают судьи высшего класса, колоссальная сложность этого единоборства. Самбо, дзюдо, вольная классика, все виды борьбы ходят, всех видов, которые вольники. Даже у нас как раз приезжали ребята, которые занимали в своем возрасте чемпионом России, победители первенства России были, переезжали, сумо проигрывали. Со стороны смотришь, как будто это легко, а когда начинаешь бороться, самый тяжелый вид спорта. Однако местные сумоисты не дремлют. Уже в сентябре спортсмены проведут отбор на первенство России среди юниоров, которая пройдет в городе Кстова. Стоит отметить, что именно на подрастающих юношей и девушек сейчас делает ставку вся местная федерация сумо. Максим Яковлев, Руслан Мартынычев, новости спорта на восьмом.